Евангелие от Матфея, глава пятнадцатая. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божию вашим преданиям. «Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исайя, говоря, Приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, Но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». И, призвав народ, сказал им, «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, Но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступившись, сказали ему, «Знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово твое, соблазнились?» Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, Искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему, «Изъясни нам притчу сию». И Иисус сказал, «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста Проходит в чреву и извергается вон, А исходящее из уст, из сердца исходит? Это оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, Убийства, прелюбодеяния, любодеяния, Кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А кушать неумытыми руками не оскверняет человека. И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананеенко, вышедшая из тех мест, Кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступивши, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ, «Я послан только К погибшим овцам дома Израилева». А она, подошедши, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, Которые падают со стола Господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера Твоя, Да будет Тебе по желанию Твоему!» И исцелилась дочь ее в тот час. Перешед оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому И, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, Имея с собою хромых, слепых, немых, Увечных и иных многих, И повергли их к ногам Иисусовым, И Он исцелил их. Так что народ удивлялся, Видя немых говорящими, Увечных здоровыми, Хромых ходящими, И слепых видящими, И прославлял Бога Израилева. И Иисус же, призвал учеников Своих, Сказал им, «Жаль мне народа, Что уже три дня находятся при Мне, И нечего им есть. Отпустить же их неевшими Не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят Ему ученики Его, «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, Чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус, «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали, «Семь, И немного рыбок». Тогда велел народу Возлечь на землю, И, взяв семь хлебов и рыбы, Воздал благодарение, Преломил и дал ученикам своим, А ученики — народу. И ели все, И насытились, И набрали оставшихся кусков Семь полных корзин. А евших было четыре тысячи человек, Кроме женщин и детей. И, отпустив народ, Он вошел в лодку И прибыл в пределы Магдалинские. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ